Свой четвертьвековой юбилей отмечает одно из ведущих образовательных учреждений Кунгура – лицей номер один. За 25 лет существования среднее образование здесь получили более 2000 человек. Многие успешно закончили высшие учебные заведения и теперь проживают по всему миру. Чем живет лицей сейчас и как здесь устроен образовательный процесс, узнавала Дарья Гребнева. Вот так шел строительство будущей альбоматор Кунгуряков. Сначала здесь находился филиал Политехнического университета. Затем в 1991 году прошлого столетия приказом Кунгурского управления образования здесь было открыто новое учебное заведение – лицей номер один. С первого года существования перед лицеем была поставлена важная задача – готовить выпускников естественно-математического направления. Математика, конечно, одна из сложных дисциплин, но мы стараемся сделать так, чтобы она стала понятна детям, чтобы она стала им интересна. Она тоже первым преподавателем математики на таком высоком уровне тоже явилась Печина Валерия Алексеевна. Она сама была учителем математики и очень многому научила нас. И я считаю, что большинство учеников лицея не боятся математику, а поэтому любят ее, занимаются с удовольствием. И мы, кафедра учителя и математики, все для этого делаем, чтобы детям было интересно. Для семьи Бунаковых лицеи – правда, как второй дом. Татьяна и Владимир уверенно решили, их дети будут учиться только здесь. Средняя дочь расстается с лицеем уже через месяц. Старший, тоже выпускник лицея, уже скоро закончит вуз. А пятиклассник Тимофей только открывает для себя лицейский мир. Для мамы-школьников учеба детей в лицее была заветной мечтой. Татьяна прониклась дружественной атмосферой заведения еще в те времена, когда у нее здесь учились младшие братья. Заходя вообще в лицей, я с того времени начала уже мечтать, чтобы наши дети учились в лицее. Потому что такие классные учителя, столько знаний детям дают. И вообще дети такие жизнерадостные все. Приятно на них смотреть, чтобы глаза блестят. Очень много творческих детей. Мечта сбылась. Сейчас лицей – это многопрофильное заведение. Школьники получили возможность изучать химию не только в теории, но и с удовольствием проводят опыты, что, конечно, приносит свои плоды. Ребята целенаправленно идут учиться на соответствующие специальности. Изучают они и программирование, собирают роботов и задают им различные задачи. Особое внимание уделяется спорту. Лицеисты, спортсмены, ежегодные призеры и победители легкоатлетических соревнований, чемпионатов по баскетболу и волейболу. Помимо спортивной составляющей лицей, замечательен и в интеллектуальных конкурсах. Екатерина Елькина, например, стремится стать грамотным юристом. Поэтому социально-правовое направление – это ее излюбленный конек. Девушка неоднократно становилась победительницей краевых и всероссийских конкурсов по литературе и обществознанию. Поначалу я особо не отдавала себе отчета в том, для чего я это делаю. Мне просто было интересно узнавать что-то новое, общаться с другими детьми, которые приезжают на те же Олимпиады, читать книги. А сейчас я понимаю, что это, во-первых, поможет мне в дальнейшем поступить в престижное учебное заведение, и, во-вторых, просто повысит мой уровень общей культуры, общих знаний. Жизнь постоянно меняется, и это естественный процесс. А в образовательном учреждении перемены просто жизненно необходимы, для того, чтобы выпускники могли как можно лучше и быстрее приспособиться к современным условиям и темпу жизни. Лицей сегодня – это постоянное движение, беспределы и отдыха. Это суета, это конкурсы Олимпиады, это разные ученики, это социальный заказ и жесткие требования родителей. Мы дважды становились лучшими школами России, входя в ТОП-500. Быть учителем в лицее и почетно и очень ответственно. Учительский труд – это миссия, которую трудно объяснить, еще труднее понять. Мы ее принимаем головой, сердцем и совестью, и поэтому успешно. Несмотря на прошедшие годы, неизменной осталась главная цель лицея – качественное обучение и всестороннее развитие детей. Подтверждение тому более 300 золотых и серебряных медалистов за эти 25 лет. Дарья Гребнилов, Вячеслав Алексеев, Михаил Бабушкин, телекомпания «Кунгур».